Вот так вот байк запылился сегодня другу, помогал дом сносить, моему вьетнамскому товарищу. Дружба она такая во Вьетнаме, как и в России, как и в Украине, в наших странах. Это ответственность. Друг попросил, необходимо исполнять. Я в общем такой же, тот же, весь грязный. Вот запенивают, все по науке. Тут целая фирма работает. Два мальчика и девочка. Вот малышня катается. Тут же ресторан находится. Вот хозяин с левой стороны и его супруга, которая вдали. Сейчас намывают, не байк чистят. Обратите внимание, мойка находится прямо под открытым небом. Вот навес буквально от солнца. Никаких стен, все оборудование здесь же, трубы, насосы. Все тут остается на ночь. И все в целости, невредимости. Он меня окривляет, он не может понять, что я говорю. И он перекривляет меня. Я ему говорю, что я русский. Он меня понимает или нет? И он меня понимает? Хорошо. Хорошо. Смотрите, ручная мойка кисточкой. Два человека намывают. Запенили мне байк. Ну, конечно, по-вьетнамски помоют однозначно. Зеркала, скорее всего, останутся грязными. Я буду им намекать, чтобы они вымолили. И стоимость тут совершенно дешевейшая. Все отлично. Почистили, вымыли во всех его секретных местах. И кисточкой протерли, и тряпочкой. И последняя стадия будет еще и продуют его, просушат воздухом. Но пока я с ними общался на вьетнамском, они уже выяснили, женат, не женат. Жена у меня вьетнамка или русская. Почему я шпарю на вьетнамском так хорошо? Сколько я здесь живу? Ну, а теперь последняя стадия. Пошли вытирать его. Ну, смотрите, разница же есть. Какой он был грязный только что. Вот сейчас самое время нашить зеркалшку. Ой, маль. В общем, отмыли мне моего красавца. И стоило это 20 тысяч вьетнамских донгов. Это, господи, это 60 рублей, по-моему, на российские деньги. Это меньше одного доллара США. Вдвоем они мне его запенили, помыли. Потом протерли насухо, поулыбались, пообщались и взяли 20 тысяч. Ну, круто. Вот.